Не мы первые мечтаем о вечной молодости. Люди всегда хотели жить как можно дольше, а в идеале – вечно. Суперсредство, которое бы возвращало молодость, искали и древние греки, и китайские мудрецы, и средневековые алхимики. Но какие из них вас феноменально удивят? Помогали ли помолодеть поглощение египетских мумий, фекалий крокодилов, дыхание младенцев и радиация? От каких вы бы и сами не отказались? А какие вас шокируют? И каких рекордов долгожительство человечество достигло этими самыми сумасшедшими методами? Обязательно досмотрите до конца, чтобы узнать настоящий рецепт вечной молодости от 168-летнего долгожителя. Но перед этим, друзья, сегодня увидела, как родители покупают форму для будущих первоклассников, и вспомнила, как я каждый год готовилась к школе. Летом читала литературу, выполняла творческие задания от учителей. Помню, родители всегда мне говорили, что лето нужно проводить с пользой, вырабатывать какой-то навык, либо развивать уже имеющиеся. И так здорово, что сейчас это возможно в потрясающей онлайн-школе SkySmart. Школа предлагает не только интересные и неформатные занятия по основным предметам, таким как физика, русский, химия, языки и так далее, но еще и много других курсов для детей и подростков по программированию, шахматам, подготовке к экзаменам. Круто, что SkySmart разработали специальную программу с 16 курсами, чтобы ребенку было весело и интересно получить дополнительные навыки, на которые часто не хватает времени в течение учебного года. Ставим физические опыты дома, учимся финансовой грамотности, изучаем профессии будущего на английском, пишем, снимаем и монтируем. Одним словом, развиваемся и держим мозг в тонусе. Педагоги в SkySmart раскрывают потенциал ребенка, заинтересовывают в предмете, подтягивают успеваемость и выстраивают путь к счастливому будущему. Торопитесь зарегистрироваться по моей ссылке в описании и получите промокод на два урока в подарок при первой оплате любого курса занятий. Есть еще целый месяц для того, чтобы подтянуть знания, вспомнить пройденное и прокачаться по предметам. Проведите лето с пользой вместе со SkySmart. В Древней Греции были свои рецепты борьбы со старостью, ингредиенты были недешевые. Согласно одному рецепту, для приготовления волшебного средства, продляющего жизнь, надо было смешать африканский мед, целебные корни из Галии и Македонии, горячавку с острова Крит, четыре гадюки из Спарты, ну и, наконец, самое важное, добавить волосы кентавра. Ну а из доступного чудо-средством для сохранения вечной молодости считались фекалии крокодила. Богатые гречанки за неимением волос кентавра сидели в таких наполненных фекалиями ваннах, пока и правда не начинали чувствовать, что молодость и силы их просто переполняют. Впрочем, сидеть в какашках крокодила хотя бы не вредно. В Древнем Китае в первом тысячелетии до нашей эры даосские монахи чудодейственным средством, продляющим жизнь, считали сернистую ртуть, погашенную серой. Называли ее киноварь. Ее следовало употреблять внутрь. Согласно рукописям, именно так и поступал на протяжении 30 лет один ученый по имени Чуфу, до тех пор, пока не стал похож на подростка. Единственной побочкой, по словам свидетелей, было то, что его шевелюра стала огненно-рыжей. Но что-то не верится, что выпивая столько ртуть, и китаец смог прожить долго, да еще и помолодеть. Легендарный первый император Объединенного Китая Цинь Шихуанди отправил на поиски эликсира бессмертия своих чиновников во все концы Поднебесной и, увы, ничего не нашел. Впрочем, по другой легенде, император умер, отравившись как раз ртутью, которая входила в состав эликсира бессмертия, составленного придворными медиками. Ну а в Древнем Риме все сегодняшние Бады заменяла кровь и пот гладиаторов. Пот предпочитали римские матроны. Он добавлялся в мази и, как считалось, великолепно омолаживал кожу, к тому же выступая афродизиаком. Ну а после боя старики наперегонки мчались на арену, чтобы умыться кровью, которую пролили на арене гладиаторы. Считалось, что даже кровь рядового гладиатора, убитого в поединке, лечит эпилепсию. Но уж кровь победителей поможет им продлить жизнь и сказочно омолодиться. В Риме также пользовался популярностью животворный напиток из крови молодых рабынь, смешанный с молоком. Но просто кровь, пусть даже и красивой рабыни, по римским представлениям могла всего лишь сохранить молодость. А вот кровь гладиатора еще и исцелить, придать силы мужества. В общем, настоящие вампиры. В одной древней восточной книге приводился следующий рецепт. Для того, чтобы достичь бессмертия, нужно взять жабу, прожившую 10 тысяч лет, и летучую мышь, прожившую тысячу лет, высушить их в тени, истолочь в порошок, и принимать. Осталась самая малость – найти зверушек, уже обладающих эликсиром бессмертия. Древние египтяне пошли другим путем. Пожилым советовали спать в компании младенцев или юных девушек. Считалось, что сам воздух в таком случае продлевает жизнь. Клеопатра якобы спала именно среди младенцев и дышала их воздухом. Это египетское средство помолодеть обрело, так сказать, новое дыхание во Франции в 18 веке. Медики стали вполне серьезно прописывать пожилым состоятельным людям курс из 24 ночей в компании юных девственниц. Девушки должны были спать в одной кровати, с желающим помолодеть, но при этом никакого секса, исключительно дыхание. Якобы после этого повышался жизненный тонус, и они излечивались от ряда заболеваний. Кстати, не забудьте прямо сейчас подписаться на наш канал и включить звоночек уведомлений, а то не узнаете, что делать, если вы не хотите выходить замуж, но живете в Древнем Риме. А вот в средневековой Франции самым популярным БАДом, которому аптекари приписывали прямо-таки чудодейственную силу из-за банальной ошибки в переводе арабских текстов, стал порошок из мумий. Их тщательно перетирали и принимали вовнутрь, на их основе делали различные мази. Мумии с Ближнего Востока тоннами переправляли в Европу. Арабские и еврейские купцы недоумевали, как можно есть эту гадость, но это не помешало им развернуть масштабную торговлю. Европейские путешественники описывали, как египтяне в поте лица разыскивают мумии и вывозят их в Каир, где перепродают торговцам. Мумии из древнеегипетских гробниц ценились на весь золото. Считалось, что только они обладают чудотворной живительной силой, которая способна в буквальном смысле омолодить организм. Позволить их себе могли только самые-самые богатые, а знать и купцы победнее ограничивались арабскими мумиями. А вот алхимики в поисках эликсира бессмертия вполне логично просчитали. Бессмертие – это состояние, не подверженное изменениям. А какой металл тогда считался единственным, не подверженным ни кислотам, ни коррозии, ни даже самому времени? Золото! Осталось только выделить из него то, благодаря чему оно сохраняет такие свойства и перенести в тело человека. Ну а дальше логика простая, как в одном древнем восточном рецепте. Кто примет золото внутрь, тот будет жить так же долго, как и золото. В результате золото стало самым важным компонентом всех рецептов эликсира бессмертия. Вот, например, уникальный рецепт, составленный для папы Бонифация VIII. Смешать в измельченном виде золото, жемчуг, сапфиры, изумруда, рубины, топазы, белые и красные кораллы, слоновую кость, сандаловое дерево, сердце оленя, корень алоэ, мускус и амбру. Красиво, наверное, но вот внутрь-то не надо. Впрочем, иногда в прошлом поиски вечной молодости заканчивались настоящей трагедией. Так ходили слухи, что венгерская графиня Баттери, славившаяся своей красотой, чтобы сохранить молодость, решила принимать в ванной с крови девственниц. Это ей, впрочем, не помогло, она умерла. А после ее смерти в подземных ходах замка были найдены тела 600 юных девушек. Елизавета Баттери занесена в Книгу рекордов Гиннесса, как женщина, совершившая наибольшее количество убийств. Впрочем, на взгляд ряда исследователей кровавые ванны не более чем слухи, которые собрал и пересказал в 1720-м иезуитский священник. Если вы думаете, что все это заблуждение далекого прошлого, вот вам рецепт продления молодости начала 20-го века, от которого у вас волосы встанут дыбом. Сто лет назад чудо-средством была признана радиация. Считалось, что она может излечить от всех болезней и омолодить организм. В результате желающие омолодиться состоятельные люди принимали радиоактивные ванны в специальных лечебницах или радиоактивную воду пользовались элитной радиоактивной косметикой, которая должна была прямо-таки омолодить кожу и разгладить морщины. Громкий скандал разгорелся, когда умер светский лев, чемпион США по гольфу и главный адепт радиоактивной воды Эбен Байерс. Миллионер от всей души поверил в волшебную силу радиации, употреблял в нечеловеческих дозах радиоактивную воду Родитор, подсадил на нее свою любовницу, рассылал ящиками всем своим друзьям и даже поил им свою лошадь. У Байерса выпали волосы, осталось всего шесть зубов. Кости стали мягкими, как глина, а тело было сплошь покрыто раковыми опухолями. На фоне всех этих рецептов наш отечественный способ омолодиться из сказки о коньке-горбунке выглядит вполне приемлемо. Если не доводить все до крайностей, то купание попеременно то в горячей, то в холодной воде и сегодня признается специалистами одним из немногих реальных способов поднять иммунитет и омолодить организм. Так что восхищаемся мудростью наших предков. Похоже, именно они были наиболее близки к истине. Ну а чего все же удалось добиться человечеству такими странными способами? Древние греки считали рекордсменом некоего Эпименида, жреца и известного поэта с острова Крит, его упоминает тот же Аристотель. Эпименид смог дожить до 300 лет. В Китае уверены, что основатель философии Дао Джан Дао Лин, живший в самом начале новой эры, в 60 лет после долгих опытов изготовил таки эликсир бессмертия, смог опять стать молодым и прожить до 122 лет. Неплохо нам бы так. А вот в Индии и сейчас бытует предание об отшельнике Мунисадхе, еще в 16 веке удалившемся в пещеры возле Тхалпура, и скрывающемся там до сих пор. Впрочем, все это неподтвержденные случаи. Современная генетика также считает, что потенциал человеческого организма рассчитан на 100-120 лет жизни. Это, кстати, подтверждает и вот эта фотография в газете, вышедшей в 1912 и посвященной столетию войны 1812 года. Так вот, на ней наши русские ветераны Отечественной войны. Аким Витанюк, ему 122, участник Бородинского сражения, 120-летний Максим Пятаченков, наблюдавший отступление французов, 118-летний Петр Лаптев, очевидец бегства Великой армии Наполеона. В этой славной кампании ветеранов войны 1812-го есть и 107-летняя старуха, имя и фамилия которой, увы, не сохранились. А вот мировой подтвержденной рекордсменкой за всю историю человечества считается француженка Жанна Кальман, которая прожила 122 года и 164 дня. Она считается единственным человеком в истории, преодолевшим рубеж 120-летия, чей возраст доказан документальным. Впрочем, в СССР объявляли о таких рекордах долголетий, пред которыми меркнут все приведенные выше примеры. Чабан Ширали Муслимов, согласно паспорту, прожил 168 лет. Только рабочий стаж азербайджанского чабана более 150 лет. Работал он до самой смерти и говорил, работать надо всегда, праздность рождает лень, а лень рождает смерть. Мало того, бодрый дедушка Ширали в 136 лет, недолго думая, женился на молодой 57-летний Хатум Ханум. При этом он не пил ртуть или другие эликсиры бессмертия, а главным секретом своего долголетия считал труд и радость. Вот вам секрет вечной молодости от 168-летнего мудреца, который в 136 лет еще и ребенка родил, после женитьбы. Когда столько проживешь на земле, хочется вспоминать только хорошее, радостное. Жить радостно, долго жить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова